И снова здравствуйте, дорогие друзья, ученики, коллеги. У нас сейчас идут курсы повышения квалификации. Делаем специальный мануальный массаж. И вот сейчас мы перешли уже к ногам. Спину размяли. Значит, ноги кладем на подушечку повыше. Я уже вам говорил, для лимфатической системы это очень полезно. Уже под силой гравитации идет отток. Если только, я уже говорил, не под голень, не под стопу, а именно под сгиб, где она сгибается, чтобы пятка была выше, а пальцы висели вниз. Если человек как-то неудобно лег или криво, там коленки бывают, внутрь завернуты, то ничего зазорного нет, если вы его поправите, чтобы ровно на бедре лежал. Выравниваем человека. Нанесли масло, соответственно, сразу на всю ногу. Немножко масла про запас оставили на стопах, на будущее, когда это такой лайфхак. Ловите. Когда будем работать с той стороны голенью, чтобы нам отсюда можно было масло дополнительно взять. И нанесли масло себе на локти, потому что техники у нас локтевые тоже включаются в работу. Значит, идем от общего к частному. Давай сразу параллельно. Я здесь делаю, ты зеркально повторяешь с той стороны. Разогреваем просто продольно, растираем всю ногу целиком, а как его сухожилия, до ягодиц. Теперь растираем поперечно, инверсированными ладонями, вот так вот, этими перепонками получается. Растираем просто-бусто, чтобы такой шорох слышен был. Шорох, 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 шорох. Технические энергии нашего движения переходят в тренер и тренер в цикловую энергию. Вот. И я вот уже вам рисовал, что зоны у нас идут в обратную последовательность, а все движения идут снизу вверх. То есть, начинаем вот с третьей зоны, в данном случае она у нас первая, ягодица, потом бедро, потом карнежные мышцы, потом стопа. Видно, да? Так, и вот начинаем с ягодицы. Ее можно отдельно вдоль мышц растираем, поперек мышц, можно тоже лохот даже подключить, до согрева. И начинаем уже разминание кулачками. Ставим палец на вертел, да? И вот получается техника шестеренки. Вот так вот руки ходят. Кстати, давай протянем, дружимся. Пальцы просто поставь и по площади. Указательный, длинный, безымянный, мизинец. И в обратную сторону по два раза. Получается, да? Теперь так поджимаем коготки, кошечка, поджимаем коготки, чтобы не торчали вот с ногти, да? Прямо вот такая чашечка получается у нас. Также ставим, пошли только пальцы, да? И вот указательный, колонча палец, безымянный, мизинец. Мизинец, безымянный, колонча, безымянный. Не, не, не вот так вот. Я могу, я могу, я могу. Вот я тебе разговариваю. Да, да. Вот. И техника шестеренки заключается в том, что у нас пальцы ходят вот так вот. То есть не по прямым не замыкаются, а вот так вот в сторону. Двери на так попробуем. Возьки сюда, 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 сюда. И теперь вот лапа леопарда. Также сюда, не раскрывая пальцы, не распрямляя пальцы. Сюда, сюда. Ага. Вот. Значит, большой палец практически у нас как циркуль, да, получается. Мышцы идут продольно вот так вот все, да? Соответственно, ну, то есть, как вот Верцева, да? Мы место крепления мышц проходим снизу, по центру и место крепления сверху. Вот наша цель такая. Да, бедро можно придерживать, чтобы вот оно не накатилось. По центру проходим. Достаточно глубоко прорабатываем. И верхнюю часть. Теперь то же самое с лапом, прям поперек этих мышц. Там, если где-то будут мышцы спазмированы, то мы прям почувствуем, что вот как вот по... Ну, отчувствуем. Вот таким вот. Да, жестким таким вот струнком проходимся. Они только как карандашики такие могут быть натянутые. Если какая-то вот у нас мышца реально вот натянута, болит, да, то можем применить метод релизинга. Мефестальный релизинг. Ну, вот там прям в уши видно мышцы идут. Вот так вот по диагонали. И чуть поменьше вот тут. Вот берем ее. С этой стороны захватываем и с этой стороны, и большими пальцами. Да, и по диагонали получается вот, группа-тюгрупов, говорю, что мы щелкнули, да, мышцы. Растягиваем. Это мы фасты растягиваем. О, еще и щелкнули. А что, больно тебе, что ли? Нет, ну, щелкает. Вот такой интересный эффект, да, мышцы там дергается. Там опять. Знаешь, там какой-то вот спазм есть. То есть получается, каждый пучок мышц, да, он находится в фасце, вы знаете, такая пленочка, да. Вот мы эту фасцу, она тоже бывает скручена. Тоже, все. Тоже, да. Пошло, пошло. Значит, не пропало куда надо. И эти фасцы, они бывают, и перекручиваются, и тоже натяжками бывают, и склеиваются друг с другом, да. Вот мы эти фасты, не быстро, держите, но быстро. Вот мы тянем, 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 и как будто бы мышцы выкатываются, выкатываются и приходят. То есть мы его выкатываем, выкатываем, и раз, вышла. Так, теперь можно ее просто взять и поперек вытягиваем, тянем-тянем, вот уже вернулась, тянем-тянем, тянем-тянем, вот в эту сторону и в эту сторону захватывается, да. Интересный эффект. И, соответственно, место крепления здесь и здесь вдоль теперь ее вытягиваем. Можно большими пальцами, можно любыми пальцами, тянем-тянем, тянем-тянем, и она как бы выкатывается, такой раз, и ложится. Вот эта рука продольная? Продольная, да. Мы делали по диагонали, мы делали поперек и теперь делаем продольную, продольную вытягиваем ее. То есть мышцы проработали во всех направлениях. Прикольно ты так мышцы щелкаешь. Но не больно, да? Не, не больно. Не щекотно. Прикольно. Щекотно? Так, теперь все мышцы прорабатываем кулаком, продольную вдольник с вибрацией. Вот вверх, вверх, вверх. Ну, обычно я еще затрагиваю крестец и нижнюю часть поясницы, да? Тоже сам кулаком может работать, но сейчас не будем. И сливаем отработанную зону, лимфу, вот туда, к паховой зоне, поближе. Теперь переходим к бедру. То есть мы стояли вот так. Вот у нас вся работа идет от нижней точки Дантянь, центр энергетический, чакра там находится, да? По направлению к зоне, с которой мы работаем. Соответственно, развернули эту точку вот сюда, чакру, да? Вот эту зону, чтобы она обрабатывается. То есть она хорошо, вот эта чакра, разве-то у тех, кто занимается, так скажем, ручным трудом. Плотники, повара там, столеры всякие, да? Вот этот массажист вот возле нее работает. То есть стали так чуть-чуть можно присесть, только пружинистая, да? И визуально разделяем ногу пополам, внутреннюю медиальную зону, начинаем массировать. Массаж простой, это тот самый двойной кольцевой захват. Как по-классике, да? Большой палец ходит против ладони, противоположные руки, вот туда-сюда, туда-сюда. Все движения снизу вверх. Теперь присели в внешнюю часть, снизу вверх, да, снизу вверх работа. Теперь целиком внутреннему и натуральному участку туда-сюда. Похоже, как крапивку мы в детстве делали, да? Очень похоже, да. Похоже? Тепло пошло? Ну, вообще-то, да. Но жестко? Нет, хорошо. Вот, и теперь предплечье мы стараемся. Вот так вот зеркально скакивать и кулаки. Да, наношаться предплечьем все-таки туда. Уношать область целиком. Вот так подогонали. Так, сейчас еще разошлись. И той рукой, и это огонь. Так, вот это да? Еще раз повторим. И теперь, наоборот, руки меняем вот так вот. Раз. И делаем то же самое, так вот. По другой уже диагонали. Вот так выходим. Приноровившись, здесь можно подкачивать свои собственные мышцы. То есть, за счет абсолютно нагибы, которые мы создаем. Вот это идет рука на бицепс, да? Бицепс напрягается у нас. А когда вот эту руку делаем, то мы распрямляем. Трицепс у нас напрягается. Вот так. Давай это движение повторим. Значит, раз. На бицепс включили по одной диагонали. И тут раз. И на трицепс включили по другой диагонали. Вот. Чуть-чуть отошли. Шаг такой, да? И опять взглянули зону пополам ногу. Лапа леопарда. Развели мышцы, ртянули, схватили, подняли. Ртянули схватили, подняли. Да, да, да. Такая достаточно жесткая. Лучше лапа леопарда, чтоб пальцами торчали. Кстати, лапа леопарда, она получается мягче делать, за что свои чашечки это под гудочкой этого, да? Чем просто пальцами его делать, да? Пальцами жестче получается. Развели, подняли, соединили. Развели, схватили, соединили. Следующий прием. Подняли снизу кулаками, да? Развернули и провибрируют чуть-чуть. Подняли, развернули и провибрируют. Подняли, развернули и провибрируют. Теперь кулаками перекидываем, как бы, чтобы вот такая вот волнашка по ноге. Вот туда-сюда. Да, и лапы леопарда просто растерли продольно вверх, 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 вверх. Вот туда все выводим. То есть, каждое движение там заканчивается. Вот. Заодно ягодицы также мы промассировали. В паховую зону увозят лимфу. Вот. К слову скажу, что антислитный массаж сделается то же самое, да? Только пожёстче и подольше на одном месте. Вот. Прорабатываем подкожную клетчатку на одном месте. Вот, долго-долго-долго. Ну-о, у нас здесь как-то здесь. Как-то там согреется все. Да, тебе антислитный массаж сделать? Да. Вот тебе повезло. Везет тем, кто там приходит. Мы отрабатываем приемы друг на друга и, соответственно, получаем неимоверное количество полезных массажей для друга. Это бонус вам, ребятки. Так. Ну, как бы, отработали. Возвращаемся сюда. Полшабы только вскипели, да? Пальцы один большой выставили. Сухожилия крепятся от бедра ниже, а икроножные сухожилия крепятся выше складки, да? Поэтому мы их так захватываем и растираем. Один палец сверху. Прием называется ножницы. Второй палец сверху. Двадцать пирс сверху. Три сверху. Четыре сверху. Отходим чуть назад. Ахилов сухожилия растираем. И также делим ногу визуально пополам. Клатеральную часть идеальную. Растираем быстро. Большой палец добавили. Щепотно, что ли? Хороший смех. Так. И теперь смотри, вот такое движение. там заголин захватили и провели до пальчиков. А эта нога догоняет. Рука вернула. И туда. Такое, если не мягче делалось, получается такое эротическое движение. Чувствуешь, да? Ахилов сухожилие. Да. Расслабляется. Ротика пошла. И внутренняя рука остается вот здесь. Вторая вот так вот захватывает. Сюда выкладывается ахилов сухожилия. И мы растираем вот так вот. Вот этой частью. Да. Вот этой вот. Вот этой вот. Схватываешь, как бахилов. А, так. Смотри, что-то идет. Схватилов. Вот она. Туда сюда. Туда сюда. Видите? Ахилов сухожилие. Теперь положили ногу за пятку внутренней рукой. Натянули на себя. Внутренней рукой. Внутренней, которая была вот идеальная рука наша. Вот натянули. Это теперь захватом ахилов вот так вот. Между пальчиками еще раз растерли. Натянуто ахилов сухожили застерли. И пошли кулаком. Ведем дальше, 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 дальше. До всей дальнейшей кости. Вот уперлись в нее, да? Вторая рука догоняет. И захватывает большую горсовую кость с той стороны. Внутренней. Да. Внутренней. 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 Удлиняем. Девушки ноги. Вибрация, да? На 20 сантиметрах тебе попили не сделай ножки, ладно? Тебе полезно будет. Да. Да. Привидлировали. Заодно, к слову, скажу, что мы вот этими пальцами прижимаем три-четыре точки. Вот от этой косточки находится точка благолетия. Читается. Тибетцы их пережидают обычно. Мы заодно. То есть, вот, как дверцовый костин с той стороны, получается, не захватываем. Да? Где вот этот выступ закончился. Вот здесь прям прижимаем эти точки. Здесь вам видно было, да? Вот здесь вот там три-четыре точки находятся. Ну, тебе еще пока эти подали. Видишь? А целлюлеты избавили? Да. Многие же избавили. Да. Многие же избавили. Сплошная польза. Локтем заворачиваем сюда. Тем самым бедро. Видишь? Разворачиваем бедро. И обходим вокруг бедушка. И теперь вот такое движение. Запомните, где рука была, там уже она остается. Переходят в следующее движение. Заворачиваем коленку вот сюда. Ну, придется по очереди теперь. Вот. Видите? Положили. Сразу же эта рука держит предплещем коленку и поднимает мясо с той стороны. А эта рука, вот большой бедренный тракт, растирает его снизу вверх. Быстро-быстро. Локтем. Перешли на мягкую зону. Вот тут просто кости, по кости больно, да? Локтем берем вот на мягкую зону. Подаем рукой. И мягкую зону. Вот так смейте с ягодицей. Проходимся. Локтем старайтесь кости не задевать. Кости по кости всегда будет болезненно. Вот так вот мягче. Проработали. И нога у нас остается отведенная в сторону, да? Здесь, смотрите, грушевидная мышца. Мою поперек локтем растягиваем сюда. А тут средняя, малоягодичная растягиваем вот туда. То есть вот такая дуга получается. Туда-сюда. Майки. Туда? Да, майки. Можно так сказать. Или подковка, да. А пятка тоже подковой ходит. Вот сюда. И вот сюда. В противоположную сторону, соответственно. То есть вот сюда. Грушевидная мышца. Вот она растягивается. Сюда. Малогрудная. Вот сюда же берегу хрустла. Она всегда хрустит? Всегда, да? Это у меня проблемы. Я не знаю, что делать. Вы попали в баню и волшебнику. Да. Значит, если эти мышцы напряженные, да, то придется их даже пожестче проработать. Берем вот там вот пальцы, я этим выставляю вот так вот, например, да. Упираюсь в мышцы и вот несколько раз обнимаю эту мышцу, вот растягиваю туда. Это средняя ягодичная. А теперь вот в ту сторону это получается грушевидная. Вот раз на вытяжение ее натягиваем и туда ее прорабатываем. Можно сделать даже вот натянуть и вот так поперек срезать ее, как бы. Да? Да, вот сюда. Это грушевидная, да. А в ту сторону малую ягодичную. Взбиваем. Вот так. Пробую. Взбиваем. Да. Так. Потом открытая рука сразу ныяет. Да. Мясо придерживает. Придерживает. Да. А тут локтем. Локтем. Локтем вот эта часть. Так. Снизу вверх. Большой бедерный тракт сухожжилия такой. Снизу вверх. Снизу вверх. Да. Отлично, господа, сразу локтем, не отрывайся, локтем Переходишь за кость, не раздавливаешь, вот туда, вокруг ферско-бедренной кости В принципе, можно кулаком тоже сделать Просто уже кулаком делали, перешинал тело-технику Техник богатое разнообразие, и если вы даже что-то не запомните, то хотя бы 50-60% у вас отложится, уже будет хорошо А так дальше у меня есть видеоматериалы, которые можно пересматривать Нормально, можно ли масло еще добавить? Это не скользит? Да, низковато, возьмем как-то побольше масла Добавлено, если добавить, да Друзья, пока мы добавляем масло, поставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь обязательно на этот канал Давайте, давайте, мы вас ждем Без вас не начнем Давайте, давайте О, молодцы А мы продолжаем Значит, локтем теперь, как был, так и продолжаешь, да У нас одно движение вытекает из другого Дошел до сюда, и вот упираешься в малую, повыше чуть-чуть В среднюю ягодичную туда Поднимаешь за голень, ногу И вот туда ее проколкуешь Вот так вот, вот сюда Вот сюда, вот сюда Ух! Тоже готова, да? Ну да Щелкает березу мне А, коленка теперь Как еще раз? Ну вот Просто так Нет, смотри, на натяжение А, все Вот смотри, смотри еще раз Значит, вот Проще запомнить сказать Сюда этот локоть Сюда идет Видишь, вот Дух под сюда Значит, когда ты вот сюда идешь Ты вот Прорабатываешь под разными углами Сюда Сюда Под таким углом Под таким углом Сюда прорабатываешь Сейчас Ну что? Отправим Стреем, стреем Прямо стреем Да, прямо стреем А это рукой, прямо, помогай себе Ты как бы растягиваешь там мышцы Сюда, сюда Под разными углами Под таким Под таким Натяжение Делаем Да, да И через натянутую мышцу Мы ее локтем Проходим Шпаней Ну ты уже спустился На вертся На грушевидном На грушевидном Да, вот сюда Теперь Дальше В эту сторону А грушевидно Растягиваешь Вот туда Вот туда Стопы А, да Вот так Вот такой сгибает То есть просто откидывает Очень Так Обрабатываем только ягодицу, да? Да Да Это именно самые зажатые мышцы Самые такие грубые Они бывают очень болезненные у людей Обрабатываем именно Поперек этих мышц Не больно? Давай Да ладно Не, ну ты если говори, что И, может, не локтом Смотрели Либо вытащил один палец Так вот Упором Указательно, да? Вот так вот сделали Либо прям кулаком Вот грушевидно Значит, будем вот Стоим растягивать Эту первую семью Эпидемиарную, да? Растягиваю 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 Натянули И вот так сорвали Да Так И вот с жесткими мышцами Ребятки, смотрите Мы Используем проработку Вот таким Перкуссионным массажером От обычного массажера Который Обычный берет Вот так Он увеличивает тем, что он долбит вовнутрь Вот так вот Даже если долго держать на одном месте Будут получиться согревающие эффекты волнуешься значит вот нас интересуются эти ягодичные мышцы отбегаем колено опять в бок на вашем лежала и нарушение потому что соответственно большая ягодичная здесь средняя мало ягодичная давай на эмоции своих вот да попробуй вот в один сторону чтобы раскрылись мышцы начинаем с большего да ну просто да вот можно принципе и по суставу подолбить сустав должен работать как насос где он должен растянуться и сжаться многократно да тогда он напитывается влагой из окружающих тканей синавиальная жидкость в нашем способе образуется поэтому вибрации для суставов тоже крайне полезны пустите до ребятки и надо будет такую любовь приобрести наверно все это не реклама это просто как бы очень хорошая вещь хорошая приспособленность часто помогает так вот да вот так да может по всему нажимать силы менять дом если долго будешь на одно месяце только тепла пройдет приборов у меня много но все не буду показывать вот например вдоль порвется брать нож также нужно пройтись чувствуешь а смотрела мультфильм то есть понятно повтори фразу я птица говорила отличаюсь я птица говору отличаюсь умом и сообразительностью я птица говору отличаюсь умом и сообразительностью граждане а вы будете как не снимались так мы возвращаемся к нашей ручной работе значит проработали а теперь смотри вот если тут мышцы зажаты да так же продолжаем как стояли так же продолжаем перенесли на точки по себе разделяется мышечные вот эти вот волокна вот сюда и ногой проработать до сюда следующая точка помнишь их рисованы прямо 6 сантиметров до друга следующая точка и вот подседаешь на кости вот тут сбоку еще сюда последующая точка как мы проработали те же самые точки есть на разделение между икроножными мышцами вот примерно по центру сюда ставим палец достаточно сильно это болезненно из такой туда-сюда эмоции извлекаем как раз музыкальный инструмента музыку здесь представьте что это саксофон да что вы играете на носках таких нажимать клавиши вот проработали кроножную мышцу положили и вот теперь вот эти мышцы между ними как бы своими костяшками раздавливаем вытягивая фасцы выглаживали фас называется костяшками вот этих вот если можно потом вот этими если жестко да то просто вот этими костяшками то есть там много мышц вот кость мало бельцовая а вот большая бельцовая костями по костям больно да поэтому таким углом следите чтобы угол у вас совпадал с этими мышцами и получается вот на этой анатомической модели вообще очень хорошо видно все мышцы вот вот колбола видно мышцы малая большая бельцовая мышца икроножная мышца вот как уделяется вот между ними ты как бы их разделяешь друг от друга вот так проводим меняемся нормально чуть-чуть подставим да я прошу, чтобы легче было и на себя или на себя нет все движения идут от пальцев на сторону сердца да от периферии к центру мы двигаемся помните наши условия зона делится в обратной последовательности а все движения в сторону головы и сердца в данном случае прям вот так попробуй да кость-кость не, 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 чувствуете ту горки такие есть там есть, да? ой, да просто головах да, да, там не ошибается да, 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 чувствуется ну, чего, разошел смех всего что и вот этот костяшки вот этим тоже можно будет такой мягкий становимся гибким и эластичным основа бывало здоровье здоровье, да положили ногу и как раз мы остались вот возле точки танцельной возле разделываемой зоны также визуально делим пополам внутренним идеальным обрабатываем лицевым захватом внутренним, внутренним сюда чуть-чуть да внутренним 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 да, все, все пополам поделили, да, вот выше так и идет она двуглавая получается вот так разделение и вот разделение но она треуглавая на самом деле да, она видимостная ну да, сколько, да двуголок тоже идем внизу вверх ты чё, щекотно что ли? неприятно ой, как-то непонятно считай, что у нас на себя новую эрогенную зону теперь вот скручивание все конечно любят скручивание в разные стройные вот так вот как крапивка да, вот обе части внутреннюю и наружную ой, вот это круто не знаю скрутка это круто, да? да подтверди теперь развернулись и в принципе те самые приемы которые делали с бедром повторяем теперь и с икрой, и с бедром и с ягодицами значит развелись схватили подняли развелись схватили подняли 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 и до конца ввозу вот туда всю нюрфу в паку вызван теперь как он делает отрываем мясо от костей кулаками приподняли развернули и приобрели развернули приобрели все все надо целиком теперь у нас было вот такой волны мы делали звуки лук перекидываем мясо мясо перекидываем как пинг-пинг звуки теперь у нас было лапа леопага просто вот растирали все сразу целиком до конца доходим до покраснения мышцы покраснели а теперь к лимфатическому узлам вот сюда дополнительно нагнетаем кровь и все остальное можно только пальчиками сделать да один через один да нагнетаем сюда под лимфу туда и переходим теперь к лимфатическим техникам первая техника это вот мы как бы пальчики запускаем смотрите лимфа она находится во всех тканях кроме суставов обычно как показывают лимфатический массаж типа имитируя сократительную действительность мышц вот так вот раз раз ну честно говоря это мертвые припарки не знаю что такое это может быть только для пенсионеров а так мы забираемся поглубже пальчиками и вот хаотично в разные стороны вот так вот разводим разводим ведем выше выше такое ощущение что как будто бы дерево растет и веточки пускают во все стороны да вот это вообще нереально ого ощущение хорошее вот видишь как взорвать ну пару раз может пройтись да и заодно мы как бы тренируем натяжение своих пальцев наши пальчики тоже тренируются и вот туда уводим походим и с этой стороны походим по бедру и по ягодицам так следующее лимфатическое лимфатический прием вот мы делали растирание перепонками теперь мы делаем то же самое тут прижимаем и медленно медленно идем снизу вверх лимфа течет у нас очень медленно если кровь сердце представляете берет 60-90 ударов в минуту до кончика пальцев доходит лимфа течет 1-2 см в минуту раздавляем вот медленно выше выше это тоже было вообще не знаю тоже примерно да прикольно прикольно ты побольше погромче говори а то у нас зрители могут его слышать да вали нас вали да так и пошли приемы лимфатическая труба гудвина number one значит берем вот так вот кольцо и представляем что как будто бы у нас это консервная банка меняя диаметр да мы в нее просовываем сначала мандарин потом лимон потом апельсин потом грейпфрут потом помэлла пошла потом дыня все запихиваем захватили прям чтобы к нему стекало и медленно вот мандарин прошло лимончик лимончик тяжелая апельсинчик уже у меня грифрут уже прошел много не держи грифрут прошел помэлла И самое главное дыньки, дыньки запустили туда в консервную банку. И лимфатическая труба Гудвина номер 2. Берем вот так вот руки за счет грудных мышц и грудных мышц. Просто расплющиваем, и у нас одна рука обгоняет другую, потом эта обгоняет. Левая, правая, правая впереди. Как будто бы соревнования гонок среди улиток, да? Но вот так вот медленно одна другая обгоняет, расплющивая всю ногу. Соответственно, здесь лимфу вывозим. Матву вывозим по бедру, а здесь сюда вывозим. И лимфатическая труба Гудвина номер 3. Значит, ставим так пальцы, чтобы они были по пять пальцев с каждой стороны. Вот. И пытаемся вот с нижней, средней, верхней, как бы ползем вверх. Как паучок ползет вот вверх. Вот старая пальца так. Сюда будет очень сложно. Очень просто, смотри, вот так, захватили руки. Вот так захватили. Ну вот, руки. Вот так захватили. С этой стороны. Потенируемся. Захватили. Очень просто. И выворачиваем их. Вот так, наоборот. Раз, захватили. Ну не так, а вот так. А, все. Во. И через себя выворачиваем. Раз. Дальше не идет. Я не могу. Что-то не получается. А у вас получается? Напишите, у вас вот такое получается движение? Да. Я раньше, кстати, был немного моложе. Я вот в эту щель продевал свою голову. Постарайтесь. Вот тут вот. Ну вот так захватываешь. Ага. Ну сейчас уже. Да. Я только, я говорю, начинающий. Волшебный. Поэтому вообще не могу. Ладно, смотрите. Очень просто. Одну руку на другую ставите. У вас по пять пальцев. Видите, с каждой стороны. По пять пальцев. Правильно? Почти, почти. Только немножко вот так доверни, чтобы пальчик к пальчику. А, все. Вот. 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 И потерируйся до нижней пальцы, средней. Потом верхнюю. Сомкнули. Раз. Нижний, верхний. И как вот. Побучок такой ползет вверх. Видит. Угу. Да. Угу. 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 Нижняя, да? Тоже, вот такая выжимка мощная. Нижняя, средняя, мистер. Вот это да... Мамочка. Реально червячок такой. Да, чувствуешь? Опа. А ты чувствуешь, как будто бы твои ноги пожирают какой-то удар. Да, 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 да. Гигантский удар захватывает ногу и всегда проглатывает. это выжимку выжимаем туда выжимаем туда и что вы думаете работа системы закончена вот продолжаем теперь вот так вот плотно захватить и раздавливаем туда из крас нам тут помогает гравитация еще теперь берем от костей от кирсова не к себе а вот ее мышцы отодвигаем туда сторону головы ох ох теперь вот смотри уже эту массу которым у нас и дает вы и растет и словами не хватало Теперь согреваем сухожилия, которые поднимают пальцы, даже, может, кулачком. Уходим вниз, вот все согреваем. И прием называется прищепка. Большие пальцы работают против остальных всех пальцев. Так вот отодвигаем как бы мясо от берцовой кости вниз по диагонали немножко, то есть соблюдая лимфатический ход каналов, да, отодвигаем. Естественно, многие люди разные. Массажисту грех быть брезгливым, да, потому что люди приходят там и с отрубленными пальцами, и с грязными ногами, там бывают волосатые какие-то, что-то еще там, псориаз. Ничего страшного, работаем, дальше работаем, чтобы легче... Это вы сейчас к чему сказали? Это не про себя, я просто говорю в целом, что бывают разные люди, да. И чтобы как бы успокоить свое подсознание, можно представлять, что мы как бы музыканты, это наш саксофон, вот мы как бы играем на саксофоне, прожимаем клавиши определенные, да. Поэтическое такое, как бы. Настраиваемся на лад поэтический. Настраиваем поэтический лад. Но только увлекшись воображением, смотрите, может, укрот не берите. Теперь обрабатываем щихотку, где он крепится, да, с этой стороны. Вот тут идут... Кстати, вы смотрите, начинаем переходить к акупунктуре. Мы уже говорили, да, что человек многократно себя отражает, сам себе, внутренний орган, вот так вот отражается. Если состыковать, то получается у нас вот эта часть отвечает за противоположную, правую, за левую, левую, за правую часть. Вот пятка и все, что ниже получается. То есть, внутренний орган, с этой стороны, как бы снаружи, получается кости. Да, вот пятка и вот эта часть, это за половую сферу и тазовую часть. Середина – это брюшина, все органы брюшина. Здесь грудина, все органы грудной плески. И вот это вот все органы головой. Соответственно, вот мы точку под таранной косточкой прожимаем. С двух сторон, с двух сторон. И над таранной косточкой, да, с двух сторон прожимаем. Вот две точки, которые немного болезненные. С этой стороны тоже стимулируем вот такой дугой, подковка, да, половую сферу вот таким растирающим движением. Значит, я иногда это одновременно делаю. Видите, точки прожимаем, где-то. Теперь здесь мы растерли, а с той стороны не растерли. Берем за пальцы, натягиваем, и всю стопку натягиваем. Сухой, нехилый скажу, как натянули, да? Прямо с силой. И теперь вы уже стираем. Огорь! Огорь! Вообще они сейчас расплавиливают. Ах! Горит, а он чувствуешь? Горит вообще! Ах! Круто! Катушки разгромные. Катушки тоже можно, да. Натянули вот так вот лапу-леопаду, пятку на себя, на другую стажем. Вот так, вот так. Туда. Что рука мясо от костей деляем. Мясо от костей деляем. Идем за по кругу. И вот с этим тоже деляем мясо от костей. Вот вот идет уголок у пятки, да? На котором крепятся сухожилия. И часто бывают шпоры. Шпоры – это те же самые кальциты. Согласно дать. Чтобы они не образовывались прям сильно вот этот вот уголок. Растираем пальчиком. То есть вот. Если посмотрите на пяточку, да? Вот вот сейчас вот этот уголок, да? Вот прям его прям растираем сильно. Точка, которую мы прижимали, таранно получается. Вот он, под ней и над ней. Под таранно. Вот здесь вот здесь вот таранно прижимали. И теперь по месту, где меняется кожа, с такой длиннокущей кожи, да? Там прижимаем позвоночник. То есть получается... Два направления покажу. Вот получается, это череп, это шея пошла, да? Вот, весь позвоночный столб, поясница и вот тут крестец. Вот с двух сторон пальцем мы там и прищепляем дохота все точки. Достаточно сильно, болезненно. Вообще точек тут несколько тысяч, наверное, да? Да, нам все... Кандеридианы, да? Да, диридианы нам все не нужны. Они тут везде есть, да? Просто у нас не китайщины, мы занимаемся, да? Просто такой профилактический массаж. Волс-уб-стон. Волс-уб-стон, да. Прошлепали, под пяточки постучали. Кстати, вот вибрация, мы тоже помогаем от лимфи сечь. Вот, провибрировали. Если вот легонечку взять, тогда, ну, почти не касаясь. Если норма все ходит ходуном, пятка, коленка, дозабедерная, до таза. И штат тоже ходит. Да, я думаю, можно как-то привыкнуть. То, значит, человек расслаблен, значит, все суставы в норме. Блоков нет. Так, теперь, растираем саму стопу. Держим плотно, да, чтобы она не крутилась. И растираем. Вот, техника роллинг, с таким поворотиком. Видите, какой-то с поворотом. Можно его тоже. Да, стопу держишь, чтобы она не хотела. Не, не, просто, просто, не хочу, чтобы думать, как она. Принервится. И пока будет помидно делать вот эти. Ну, то самое главное, чтобы пошли отсюда. К слову скажу, если у человека судорога, да, ну, как правило, бывают вот эти вот сухожилия, да, то он как с ней избавиться, ловить лайфхак, как избавиться от судороги. Натягиваем это сухожилие, вот максимум, да, натянули, и его прожимаем по центру жестким пальцем. Как правило, к большому пальцу натянется. Ну, судорога, там, на экроложенной мышце бывает, да, так же его продавили вот так вот, да, и большим пальцем вот эти точки проработали. Судорога вот на бедре, да, например, так вот натянули бедро, вот натянули ее полностью, продавили большим пальцем прямо вот эти вот точки. Ту самую мышцу, которую схватило. Чего же это, да? Да, к слову, скажу, что такое судорога. Представьте, каждая мышца заканчивается сухожилием, да, и когда мышца спазмирована, спазм может быть с чего угодно. Например, какой-то контрастная температура произошла, из горячего в холодное перешла, да, и мышца раз-скавала. Или там больно что-то нажал. Больно и приятно бывает, да, вот тут тоже контраст такой раз, тоже мышц скавала. Сухожилие при этом растянулось же, ему это не нравится. Она пытается стянуться обратно, а эта спазмирована мышца растягивается, ему тоже неприятно. И они там туда-сюда, 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 друг друга перетягивают. То есть сухожилие собственной мышцы называется антагонист в итоге. Так, значит, берем штопу, и теперь кулаком, вот пальцев, вот сюда все прорабатываем. Да, прям растягиваю, плотно-плотно. Тоже соблюдая лимфоток. Начинаем была зона первая, вторая, третья, сейчас вот четвертая и пятая будут вот пальцы. Здесь, как бы, точки тоже не будем мудрить, да, просто скажу, что по прямой, по периметру так идет, толстый кишечник. Если все нажимаем, и есть какая-то боль, то это сигнал о том, что, значит, проблема в каком-то внутреннем органе. В данном случае в толстом кишечнике. Условно делим на клеточки вот так вот, да, и каждую клеточку прорабатываем пальчиком, может, для ускорения двумя пальцами там, можно в одну клетку двумя пальцами так растереть. Ну, тут уже ваша фантазия. Как хотите, так и прожимаете. Не хватает силы ваших пальцев, допустим, бережете их, да, то есть вот, например, вот такие тайские, например, палочки. Это многие люди любят, кстати, массаж-стоп. Вот в Китае, например, когда идут с работы, да, у них таких магазинчиков, всяких там забегалов, по дороге, парикмахерских, так же много, как и массажных салонов. И хотя бы массаж-стоп они-то прибегают, делают. Вот есть тайская палочка с разной толщиной, да, которую можно продавить. Вот это черенок от кисточки, он закругленный, но поострее вот я использую, да. Или вот у меня есть черенок от какой-то щетки, я уже не помню, от какой, вот он закругленный, да, так же вот можно использовать. Вот, попробуй продавить, например, палочками. Чтобы полный день с такой, чтобы она не шаталась. Да, без такой сиборации. Значит, техника шатсу в чем заключается? Мы должны вывинтиться, как бы, в точку, да, по часовой стрелке, и вывинтиться из нее. Если мы, получается, вывинтиться, да, то хотя бы вибрируйте, хотя бы привибрируйте. Вот место, где часто бывает этот шпора, и проработаешь основные точки. Терпим тебя? Да. Отлично. Терпим тебя, девица, терпим тебя, красавица. Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица. Да, да, да. Вот, и отдельно под большой палец, и под мизинец. То есть пальцы, ну, тут начинается, вот тут они начинают спать. То есть под него вот туда под углом немножко, и сюда под углом немножко точки. Чуть туда под углом получается. Под них подлазим. Оп. Так же точки есть вот тут между пальцами, да? Так же вот, промассируем. Терпимо? Ага. Точки фолия есть по краям ногтя, но это уже отдельный столик, уже не будем, да. Да, более маникулярный уровень. И теперь вот мягенько прорабатываем сухожилия поднимающие пальцы и между пальцами. И как бы незаметно для пациента, пока он потерял действительность, расслабился, нажимаем, как на клавиши, пальчики. Ключи, ключи. О! Нет, это круто! Нажимай, там не нажал. Там надо нажать вот так вдоль стопы, туда прям. На вот эту фалангу прям, на флангу нажимаешь. У меня пока чуть не получается. О! О, получилось. О, отлично! Все любят хруст. Все любят хруст. Ну, видишь, что его мастерство растет. Пошло, пошло. Не по дням, а по часам. Ну, с таким мучительным. Да, благодаря нам. И жалко, что он не с нами. Переходите, мы вас очень ждем. Значит, смотри, большой палец, когда вальгус бывает, да, вальгус – это расширение пюльсных костей, вот этих вот, да, и, как бы, загибается и мизинец вовнутрь, и большой палец вовнутрь. Поэтому отдельно их так же делаем. Берем за вот эту фалангу, ну, за крышную кость, и чуть, получается, вовнутрь давим. Хруст, да? Ага. И мизинец так, чуть вовнутрь. О, тоже хруст. Угу. Я здесь больше прорыву там. То есть, говоря про вальгус, я просто быстро покажу, вот они растущиваются, получается, вот эти кости, да, и вовнутрь загибаются пальцы большой и мизинец, вот так вот. Получается, выпирает косточка вот эта. Это косточка, когда уже сильно выпирает, там уже костная мозоль образуется, бурсит, там уже только опираться поможет. А пока это начальная стадия, мы можем это подправить. Значит, берем, вот ищем, где сгиб, вот так проверяем, да, где там ямочки такая будет, где кость заканчивается. Ямочки, это вот где сустав. Соответственно, под него пониже, чтобы на нижнюю кость плюсную. Хватаемся вот этой своей, кость указательного пальца, потому что это слабее, да, вот это сильнее. И плотно держим стопу, плотно. Самый большой палец целиком взяли, расшатали, и на свою, о, слышал, что-то. Сюда, вот сюда. Сюда, не переживаешь. В плоскости стопы туда завернули. Вот как бы, смотри, надо вытянуть вот и туда завернуть. То есть, вытягиваем и туда заворачиваем, за свою косточку. Что, 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 а? Ну, раз, начнем так, смотри. Ну, чтобы что-то работать, надо суставы расшатать, да, вот берем, прям вот состав жесткий, вот так вот расшатываем, вверх-вниз, потом следующий состав, вот все пальцы, да, вот так расшатываем, туда-сюда. Потом берем, что, в гармошку, вот так вот промалываем, как бы, вот все хрустится. Да, да. Потом... Что мне так скасти? Что же так скасти? Все хрустится нормально. А, а, все работает? Да. Сейчас хрустится. Теперь вот каждый пальчик, берем так вот, и не рисуем полость, просто выставим, скастили, любовечки-гонечки-гонечки-гонечки-гонечки, взял до сюда, покрутили его на вытяжение. А это же какое-то сопротивление дело. То, что был достаточно эротически приятный момент. Ты чувствуешь, что ротика пошла? Да, мы давно уже, да. Да, мы давно уже, да. Да, каждый покрутили вот так вот. И теперь, вот большой палец, да, берем две фланги, эту и вот эту, и вот так расшатываем, по кругу расшатываем. А, еще пошло. Уже щелкнуло, да? Да. А, еще вот так вот расстянули их. И с этой стороны. И с этой стороны. Вот расстянули все. Это вот уже пошла как раз мануальная правка, да, уже отдельно. Посмотрите, как интересно мы прорабатываем стопы. И в эту сторону расстянули, да? И в эту сторону. Все расшатали, друг друга тоже расшатали. Вот, из-за веры, да и вниз. Все пальцы расшатали. Теперь большой палец, две фланги берем, расшатываем вот так. О, как там похрустит. Да, хороший пациент попался. Хрустящий. С хрустящей корочкой. Да. Как говорится в рекламе. Ну что, похрустим? Вот теперь мы похрустим. Не похрустим. Да уж. Плотно захватываем плюсневые кости, а не вот это, да? То есть чуть ниже вот этого сустава. Вот провели где сустав, вот нажали, да и провели где. Вот плотно захватили. И не вот так вот этот палец. Палец слабее, чем вся ладонь. Поэтому ладонью вот туда раз, да, завернули, расшатали и вытянули его и на свой палец. Да, поперек. У нас палец вот сюда. Да, сюда же. Да. Ну логика какая? Прежде чем кости вот так расширились, а большой палец сюда. Значит, нам надо вот в эту сторону довернуть. Раз, довернули. На свой палец. Да. Да. А здесь получается вот большой палец. Опять вот это косточкой. Вот это, вот это косточкой. Да. И мизинец, не, выше, где он сгибается. Ого, сейчас. И мизинец так, чик, на него. Тоже вытянули, расшатали и на него, чик. Вот так мы сбавляем от начальной стадии вальгуса. Вальгус вульгарис. Вальгус. Простивали? Прямо так до сих пор хрустели. Да. Что-то на месте? Нет, блока заснималась, но все это так же. Ну, хотите, можем всю стопу прокрустеть. Уже как бы массаж закончен, да, тебе вышло, разогрев закончен. Мы надо начать. Берем защипотку, вот где-то у нас крепится стопанка, голень, да, и вот так сжимаем, как бы пружину. Че, что же пружинать? Ну, так приятно, на самом деле, это. Приятно, да? Скажи нам погромче. Очень приятно. С двух сторон. Так, с одной. И с одной приятно, да? Поставили коленку на бедро и стопу повытягивали вот так. Там же и сустав, колено тоже вытягивается и стопа вытягивается. И вот так вот поршатались. Вот так, на скрученные, восьмерочки всякие. Давай так, поршатали. Теперь берем плотно-захватную стопу, как теннисную ракетку от Питпонга, да? Вот так, большим образом. Это держим голень и расшатали вовнутрь, наружу. Быстро-быстро-быстро, энергично. Плотно держи, полезно скользить. Именно плотно держишь. Перехватили выше, где стыкуется, стопа с голенью. Перехватили выше пятку и расшатали. Вот руки близко, смотри, там, сколько костей там. Мелкие кости, нам, в принципе, не надо их изучать отдельно. Там, где винда, кубовидная, да? Просто учти, что вот тут удовольствующие суставы, а в следующем раз раз-два-три из уставов. Как минимум, а до четвертого есть. Раз-два-три. Вот, они друг от друга находятся примерно на ширине двух пальчиков. Значит, мы так и берем. Вот близко взяли, да? Расшатали, да? Отступили два пальца, ширину такую, да? Еще взяли, расшатали близко, будет контакт на секунду. Еще взяли, запустить, да? Расшатали, да? Расшатали близко, близко. Расшатали. Вот мы всех расшатали. Вот так расшатали здесь. Во всех воздух мы их расшатали, да? Теперь берем, плотно захватываем вот так вот, как будто бров, доворачиваем до сюда, и у нас получается, раз, толчок вот, как крыльями, как пропеллер с самолетом. Вот, крыльями. Вот сюда. Получается, это и кость, я давлю вот на плюсную кость большого пальца, а это и на мизинец. Все, все, я знаю. Раз. Чуть спустились пониже. Два. Ну, что там? И три. И тут получается три, а с этой стороны два у нас сустава, да? Значит, перехватили руки вот так, были вот так, ага, теперь обратно. с первого внутрь. Вот, видишь, я давлю мизинцем, получается, вот сюда, другим, сустав. Раз. Вы слышал? Угу. Два. Вот прям резко делай, резко. Локти, видишь, локти как? У нас уже болотят локти. Тут должен быть рычаг. Локти, это рычаг. Как пропеллер. Раз, раз. Ушел, да? Это уже щелкнул, да? Да, все пощелкнули. Мелочи-мелочи, но неприятно, да? Нет. Вот, теперь, смотри, пятку на себя толкаем, стопу от себя. Только, смотрите, во всех приемах изначальная поза, везде прямой угол. В бедре, в колене, в стопе, везде прямой угол изначально, да? Хватаем. Так, даже не хватаем, просто придерживаем. И под прямым углом. Чик. Вовнутрь. Шатали, шатали, потом резко так. Раз. Угу. Вот это смешно, да? Смешно? Смешно. Ага, ага. В другую сторону. Вот. Эти повороты у нас осуществляются за счет вот этих мышц с этой стороны и с этой стороны, да? Если они спазмированы, болят, да? Часто вот нерв прижимает, мышца прижимает нерв к берцовой кости, да? То можно использовать постизометрическую релаксацию, пир, то есть создать специальное напряжение, потом отпускаем и за счет расслабления идет расслабление этих мышц. Значит, вот в эту сторону. Смотри, на вдохе я давлю во внутрь. Ты разворачивай вот сюда стопу наружу, да? с задержкой дыхания на вдохе. Итак, вдох. Тяни. Стопу наружу. Разводи. Разводи обе стопы. Вот сюда разводи. Вот так разводи. Еще раз. Вдох. Да, иди, да. Татьяна. Вдох. Разводи стопы. Во. Оооо. До запустного. Мы слегка поддаемся. Ага. Чувствуешь? Ну, чтобы ты отвела все-таки, да. Да, да. могло побольше сделать теперь. И еще раз. Вдох. И дави. И с другой, да? Ооо. Да. У меня здесь, да? Где? Даже здесь у меня получилось, да? Ну, мы все. Вот. Ну, достаточно двух-трех раз. Ну, я почти три раза сделаю. С промежутком между подходами где-то 3-5 секунд, чтобы отдохнули. Прямо дайте отдохнуть после подхода. Да, вот растрясли и все. Угу. И то же самое в обратную сторону. Ну, значит, сейчас будешь давить стопы во вентри. Держим. Изначально прямой голове. Вдох. Вот. Чуть-чуть поддаемся. Выдох и расслабились. На выдохе прям расслабились. Вот прям потрясли, чтобы у нас все расслаблено было. Так, и еще раз. Вдох. Все-таки гибкие стопы вообще. О, но сильные при этом. О, смотри, там и бедра работают, и иконожные мышцы работают. О, все. Фу. Расслабили. Ну, мы все приемы пира не будем показывать. Просто зная мышцы, которые напряженно вы их расслабляете. Например, икроножные, да? Вот сюда вот натянули их, и она их сводит. Ой, выпрямляет. Выпрямляет. Да. Вдох и вдох. Задержать дыхание, тяни вверх, 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 вверх. Да, да, да. О, видите, как прорисовались хорошо мышцы? Отлично. Ну, и то же самое, например, пальцы, вот они болят, там, да, или пользуются в человеке. Берем пальцы, и вот эти сухожилия, которые поднимают пальцы, растянули, а ты пальцы распринимай. Вдох. А я не могу. Ну, так, принимай. Ну, чуть-чуть поддаемся, да, поддаемся, слегка. О, хорошо, да. Ну, и теперь давайте похрустим стопой вот так вот. Смотрите, как будто бы как калошу сняли, колодку какую-то, и одели. Можно колено придерживать. То есть, значит, смотри, в трех направленных. Раз, два, три. Вот так вот. Сняли и одели. Это мотаранную косточку. О, да, хрустно. Это мотаранную кость управляем таким способом. Теперь, сами пальчики. Берем вот эту петлю, такую делаем, без указательного пальца своего. И одеваем за крайнюю фалангу, вот так повешенного, вот так вот вверх. Сдергиваем. Сопроцедаем с большим пальцем с той стороны. С помощью. Ну, и вверх. А, вот этим. Ну, можно так, да. Да. Ну, можно так, да. Вот, с большим пальцем отдельно. Если вы заметили, у всех пальцев три фаланги, а у меня две фаланги. Одной, что-то не хватило. Под прямым углом его загибаем, вот так вот, да. И вот за эту фалангу держим, а за этой стороны фалангой передвигаем вверх. Ну, видимо, вот так проще. Нет, под прямым углом. Под прямым углом загибаем. И вот так вот вверх. Выдергиваешь. Другой, да? Другой углом, да. Я помню. Скользить. Нет, вот так. Вот так держишь. Ты, что, звук держишь? Вот так. Это держи. Это фаланга. А это уже подвигаем. Да, все. Да, под прямым углом. Вот так просто. Да, конечно. Ну, если скользит у вас, то можно тряпочку, салфетку взять, вот это через салфетку сделать, да? Ну, да. Уменьше. Ну, делал технику. Она будет застреливая, да. Там, когда понимаешь, как делать, то можно и в ту сторону дернуть, а можно и вверх, звездность, там уже по-всякому бывает. Понять принцип сначала, потом уже, может быть, уже. Да. Теперь расширяем колено. Значит, берем, прям, плотно колено, да, захватываем. И сопротивление в эту сторону и в эту сторону. Как бы растягиваем его. Куда? Сюда проработали. Вот такие мануна техники. Ну, вот так вот, уже натянули. Это, как разворачивать или просто так что-то? Ну, опять, неважно. Неважно, да? Просто, да, да, немножко, да, вот там заворачивать. Сюда, да? По спирали, да, дальше. Натяк был? По спирали, да. По спирали натяк больше, когда-то понятен спросил. Так и надо, да, вот. В разных сторонах. Теперь, ну, вот так вот мы уже подергали, да? Теперь делаем, как бы, распорку такую свою ладонь, да? И на нее накатываем. И круг. Больно, что ли? Нет. Необычно, я бы сказал. Игольные ощущения, да? Ну, тут вот у нас колено, как раз, тягиваться. И смотрим, переломываются и растягиваются. Это любишь? Да. И вот теперь сам прием. Ставим руку как стрела. Вот от этого пальца до локтя прямая линия. Гнем вот так, ну, вот так вот, да? Вот, вот первая, прям, большим пальцем, да? И рука у нас вдоль бедренной кости. Ну, под 40 грн. Вот упор. Натянули, натянули мою на руку. И потом с амплитудой раз. В противорую сторону. Руку сюда, а голен сюда. За голен держишься. Теперь стопу. Перенесли руку сюда. Хватили пяткой вот так вот, чтобы не шаталось. Руку перевели на экватор стопы. Вот сюда, да? И загибаем в сторону противоположного плеча. Резко вот туда. Слышите, да? Нет, вот туда. К противоположному плечу. Ну, на вытяжение, на вытяжение. Ну, опять, ну, так. Ты пятку с незахотимой стороны. Вот. Вот ее, как ты думаешь, так, да? Да. А, вот ее. Почему-то вот так. Да просто, все очень просто. Зачем ты так руку перевернул-то? Ну, как стояла, как здесь стояла. Так же очень просто, передвинулся и вот так. А, все, все, по-моему. Вот туда, конечно. Да, тут выщелкиваются, как правило, все вот эти вот удивительные, клубовидные косточки, таранные и так далее. Все выщелкивается. Вот, ну, на этом, как бы, массаж закончен. Теперь окончательная процедура у нас, вот, я вот писал, да? Вытягивание, покачивание, релакс, потряхивание всякие. То есть берем, да. Ну, а тут можно пошлепать. Не греть, за ним пошлепать. Все, наверное, как мы банныем деньгами. Часто спрашивают, что вы себе позволяете? А я себе позволяю все. Я здесь с женщинами делаю все. Вот, потому что массажерс такая профессия, когда женщины ему платят за то, за что другие мужики получают по морде. Запомните? Да. Да, теперь провибрировали вот по-сякому. Покачали вот так вот. Вот уже пошло расслабление. Да, то есть, да. Да, это была такая огненная техника. Огонь запустить. Да, теперь расслаблено. Нет, сначала, да, было, вообще, так, камень. А сейчас мы прям. Да, было, было, пока, да. И расслаблено. Техника ветра теперь такой же. Легко-легко, вот вообще, покачивание. Легко-лёгко, успокоение. И за лодыжки взяли. Настянули повыше. Это мы поясничку вытягиваем. Чем выше угол, тем больше на пояснице воздействия. Если ноги тяжелые, у кого-то не может поднять, то можно, в принципе, подмышками вот так вот захватить и вот так вот покачать. Вот, раскачиваем. Вот, чтобы поясница тянется. Вот. И в конце концов сбрасываем энергию по углам. Раз, два, три. Если человек отдельно просит массаж, например, стоп сделать, можно всякими вот этими инструментами запастись. И уже сидя, вот так вот на подушке, проработать отдельно вот эти стопы. Вот, очень удобно сидеть, там уже минут 10-15 потратить на отдельные процедуры за дополнительную плату. Ну, попробуй, да, все это заканчиваем. Потряска, да. Потряска такая. Ну, друзья, а вы напишите в комментариях, как вам понравилось. Вообще, пробуются ли вы мои уроки или нет? Да, да, вот так нужно. Поясничка тянется здесь. И, соответственно, приходите к нам на занятия. С вами был Олег Алавгудвин. И, пока!